Несколько месяцев неизвестности и вот, наконец, долгожданная встреча с руководством края. На нее игроки мужского и женского «Динамо» возлагали большие надежды. Настроение такое, что все хотят одного выяснить, в чем причина, откуда ноги растут у этой проблемы. Все хотят какой-то конкретики. Несмотря на все сложности, «Белоголубые» продолжали тренироваться и играть. При этом, как признается в клубе, никто из них в этом сезоне еще ни разу не получил зарплату. Погасить долг обещали еще в декабре прошлого года. Но денег у клуба на это нет. Каждый раз ты заходишь в раздевалку, голова болит, что нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Будет, не будет команда, потому что вложен огромный колоссальный труд, как тренерского штаба, так и игроков, и родных, и близких, всего клуба. Поэтому тяжело всем. Мы хотим играть, мы хотим дарить людям игру. И мы надеемся, мы еще верим, что все будет хорошо. Дальше терпеть уже нет смысла, наверное. Надо определяться. Либо мы играем, либо мы расходимся. Девчонки ищут другие клубы. И, наконец, терпение лопнуло. Краснодарские волейболейцы были вынуждены пойти на крайние меры бойкотировать игру. Первыми удар на себя приняли парни. Капитан мужской команды Леонид Кузнецов извинился перед зрителями и объяснил причину такого поведения. Нам приходится идти на такой нелегкий шаг. Надеемся на понимание вашей поддержки. Еще раз соединяемся. В этом сезоне краснодарцы не блистали успехами. За весь отрезок они так и не смогли подняться из подвала турниной таблицы. В отличие от парней, краснодарские девушки выступали более чем хорошо. Во-первых, успешно играли в рамках самого престижного европейского турнира – Лиги чемпионов. А во-вторых, женская краснодарская «Динамо» обосновалась в лидерах российского рейтинга и вполне могло претендовать на медали Суперлиги. Но ситуация возникла патовая, и тут нужны превентивные меры. Добрый вечер, уважаемые врачи, отца всей нашей команды Леонид Кузнецов, Это несколькими днями позже произошло в столице Татарстана. Со слезами на глазах краснодарки отказались выходить на матч с одноклубницами и с Казани. В прошлом году краснодарская «Динамо» отметила юбилей. За семь десятков лет клуб становился обладателем Европейского Кубка Вызова. Завоевал серебро и бронзу Кубка России. А в 1994-м стал обладателем почетного трофея. Был вторым по итогам борьбы за Кубок ЕКВ. В сезоне 2010-2011 стал бронзовым призером чемпионата страны. Но в 2017 году кубанский волейбол может кануть в лету. Варвара Лиситина и Никита Ключенко. Краснодар. Все на матч.